Покажи своих пупсиков? Ну покажи! Покажи твоих пупсиков, Бося! Ну покажи! Ой, они там такие холёсенькие! Ой, такие сладкие! Такие холёсенькие! Ой, такие холёсенькие! Растут уже! Вот какая мусечка там растёт! Потягушки такие делала! Бонечка, покажи! Ну не спрятывай! Покажи вот этого! Ой, такой маленький! Такой сладенький! Ой, потягушили! Ой, попал же я опять к мамухе! Разбудили, сейчас они опять все полезли к Бонечке! Да, Боня? Сейчас к маме все полезли снова! Ну дай-то вот этого мы покажем! Такой он спал, такой сладкий холёсенький! Ну такой холёсенький спал, такой маленький! Волоски отрастают, смотри, немножко, да? Может быть будет он такой еще дохлятенько маленький! Ой, 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 ой! Я так сладенько спал, так сладенько спал-то! Разбудили, разбудили! О, Буся! Ну, собственно, он там наделал! Нужно что-то выпрямлять сделать! Да, Бусики? Вот такие! Смотрели, такую коробочку сделали сюда, ящик! Оказалось, очень удачно, хочу сказать! Сначала я думала, что будет слишком маленькая коробка! Под столом было больше места! Но, по всей видимости, довольно уютно в этом ящике! Она научилась туда укладываться, Боня! Он сейчас под столом стоит тут! Вот, у меня, около компьютера рядом! С моим рабочим местом туда! Раз! И сесть, да? Вот, и она рядышком вроде бы! Нужно будет салфеточку заменить еще на чистенькую! По-моему, так очень даже неплохо в этом ящичке! И мы его переносим! Идем спать в спальню! В спальню поставим рядышком с кроватью! Поэтому на кровать она уже не запрыгивает! То есть она сама запрыгивает и сверху наблюдает за ними! Потом раз, обратно к ним! Потом хочется ко мне! А раз, ко мне обратно полоскается! Полежит у меня и опять к ним туда! Уже делает перерывы, ходит поесть! На улицу даже выбежит, даже погавкает! Куда-то выйдет! И потом все время бежит, смотрит, что они там делают! Да, Бонечка? У нее такой маленький поросюха! Куда лезешь? Куда лезешь, маленький? Рыженький какой-то! Вот! Вчера разговаривала с коней! Вот она тоже занимается этими животными! Пристраивает там, ну вот какие уличные, да там! Или кто-то приносит или подкидывает! В общем, как-то она много не занимается! Она говорит, у меня уже дом полон собак и кошек! Я уже не знаю, даже больше не могу принять никуда! Вот! Говорит, ну посмотрим, может быть, двоих можно будет пристроить! Ну вот двоих, да! В Швейцарию! Значит, ладно, хорошо! В следующей неделе она приедет ко мне! Вот! Так что поговорим, посмотрим на них! Ну и вообще о других делах тоже поговорим! У нее там тоже свои дела там, да! У нее три дома, которые она сдает! Ну и в общем там всякие разные новости! Моего бывшего мужа знает, там всякие сплетни там очень естественные! Вот я к ней так не собралась доехать! Ну вот я же хотела у нее там снять! Вот эту гостиницу типа она построила, да! Три домика, которые можно снимать там в ночь! 50 евро она берет! Ну там целый дом с интернетом! Там все совсем очень современно сделано! Молодец! Она здорово отстроила! Там три дома на участке! Вот! Ну вот нужно будет тоже снять, поехать! Все! Обещаюсь, обещаюсь! Тоже никак не соберусь! Вот! Ну ладно! Сейчас она ко мне приедет и поговорим обо всем! И по поводу щенят тоже! Вот! Так что! А! Кстати сказала она мне, что говорит, а она тоже этого ферме знает! Она говорит, а что он же не кастрированный! Я говорю, а мне сказал, что кастрированный! Она говорит, нет, он не кастрированный! Я говорю, ну какого черта он мне так говорил! Я несколько раз переспросила, кастрированный или нет! Потому что у Бони сейчас течка! Нельзя! Значит потом, щенки будем! Что будем тогда щенками делать? Я не знаю, это правда или не правда! Надо вообще честно говоря разобраться! Это просто наглая ложь тогда! Если просто тебе говорят, что он кастрирован, а потом оказывается, что он знает, что он не кастрирован! То есть умышленно вроде как подстроил это все! Вообще я не знаю! Мне честно говоря вообще эта история не нравится! Так неприятное вот это вот ощущение, что тебя каким образом манули! Вот это опять… Вот манипуляция, да! Вот правильное девчонки говорить! Это манипуляция какая-то! вроде как бы дружбу поддерживать за счет того, что теперь у нас объединяют щенки или еще что-то. Я не знаю. Может быть, я фантазирую. Может быть, это глупости. Но вот с моим первым... Ну, как с первым, с последним мужем, то же самое, когда Ильюс пришел и мне собаку подарил, зная уже, что я от него ухожу, что уже ничего не будет. Он мне подарил собаку и так привязал меня вроде как куда без собаки. Ну, собаку не бросишь, зная мою слабую сторону. Вот. И вот эта вот типичная манипуляция такая. Использую как раз на том, да, и вот вроде как привязываю. Посмотрите, как сидит. Голова сейчас упадет. Вот такой сидит. Мучученько. Упал, голова упала. Вот. Там, Боня, замучили тебя уже там эти кровососы, да? Молокососы. Молокососы, кровососы. Ну, это вообще я там уже замучился. Замучился. Такой маленький. Замучился. А такие уже крупненькие становятся. Уже есть за что взять. Да, Боня? Наелись уже. Уже спят уже больше. Уже сами как-то спят. Она даже, говорю, Боня выходит, даже оставляет их. Вот. Ну, ненадолго. Минутки на три. На две. По-моему, один раз самый большой был, наверное, минут, наверное, пять. Они спят уже самостоятельно. Ну, потом она, мамочка хорошая, сразу бежит, да? К своим собачонкам. Вот. Так что, хотел показать. Так он смешно просто спал. Вот это такой чудной-чудной был. Чудики. Ну, сейчас они будут посимпатичнее, да? Подрастать немножко и будут смешные. Ну, и работы с ними будет много. Пока что, конечно, работы никакой практически нет. Действительно, все чистенько более-менее. Ну, там вот, смотрю, пятнышко появилось. Нужно будет заменить там полотенчика. Тоже. Вот. Ой, красотюречки. Ну, думаю, будет посимпатичнее, наверное. Да, Бонька? Вот такие делишки. Вот. Так что, не знаю, да, что это самое... Все-таки должен быть, конечно, этот Нико виноватым быть. Вот. И оказывается, что он еще и не кастрирован. Я не знаю. Ну, это говорит мне, опять же, корни. А теперь сейчас, если он будет утверждать, нет, неправда, ну, вообще ничего не знаю, какие-то разборки опять непонятные. Ну, ладно, это дело не решает. Но, тем не менее, неприятное ощущение, что он так тебя манипулирует каким-то образом и, в принципе, подводит таким образом тебя. Если он сознательно собаку, если он этого Нико сознательно впустил, впустил, вот перед воротом стоял, я его еще не пускала, говорю, он у тебя кастрированный или нет. Потому что, если он не кастрированный, то, конечно, ему нельзя будет захотеть, что Бонни сейчас течка, потом тут какие-нибудь детишки не нужны будут. Вот. И он меня абсолютно уверил, что он кастрированный. И я это все такое не рассказала. Он говорит, да нет, он не кастрированный. Вот. И, в общем, короче, я не знаю, что за обман такой непонятный. Я не знаю, что за мужики такие. Может быть, они какие-то все эти психопаты какие-то. Я не знаю. Что какие-то вот такие с этими отклонениями, что это все какое-то патологическое вранье. Вот действительно из-за своего какого-то личного эгоизма, из-за того, чтобы войти в ворота, чтобы тебе дверь открыли, ты врешь любую ложь, скажешь для того, чтобы какую-то мелочную победить или выиграть, чтобы, не дай бог, тебя сейчас отправят домой. Я не знаю, мне просто, я думаю, как это, какие мысли руководствуются вот такими поступками. В принципе, это подлый поступок, вот так подвести сейчас там вот щенками, да. Одно дело, что я к этому еще отношусь спокойно и стараюсь позитивно думать об этом, что думают щенки, ну ладно, тогда одного оставим, где-то есть позитивная сторона, что у Бони материнство переживет, в общем-то, да, ну, честно говоря, это самое, это я уже как бы оправдываю уже ситуацию, да, типа того, что уж так есть, так получилось, тебе что теперь, да. Вот, но когда тебе еще потом оказывается, что, в общем-то, действительно подводят, да, это не случайность, а вот, в общем-то, получается какая-то закономерность, если собака не кастрирована, была не стерилизована, ты умышленно как бы воешь заблуждение, я не знаю, конечно, это очень-очень странно. Вот, так что сейчас буду еще об этом разговаривать, конечно, при возможности спрошу, а как же так, правда это или как, что на самом деле, что он знает, и, я не знаю, то есть, какие-то, получается, международные разборки опять, потому что один говорит одно, другой говорит другое, вот, и мне очень так, конечно, неприятно, вот, потом, в принципе, щенками-то тоже не интересуется особенно, да, или, или напишет там смс, ну, это в WhatsApp-е сообщение, ну, как там твои щенки, типа, да, а после, ну, я писала мои, я ему ответила, мои щенки, вот, типа того, что вообще как ни при чем, да, там вообще, вообще, вот, я не знаю, это вот такая вот психология мужская, что ли, вообще отношения никакого не имеет, если сам не опасаешься, с вами виноват, так же у нас же не только с собаками и с кошками, у нас же так и с женщинами делают, да, там сама виновата, родила ребенка, ну, и сама виновата, сама и разбирайся, типа, да, сама виновата, не приняла меры никакие, вот, это, конечно, ужасно, я безответственно, вот. А потом никакой ответственности не принимают, там, ни за детей, ни за кого, ни за семью, как будто ни при чем вообще оказываются все, да, Бонечка? Да. А многие женщины даже тоже за этого, они пенсию не получают, ничего, потому что потом детей воспитывают. Вообще, если так тему развивать, то я становлюсь вообще действительно еще более ярой, мы уже ненавистницей. Вот, у нас же так не только с собаками делают, у нас сплошь и рядом так, между людьми, между женщинами и мужчинами такое. Вот. Тут попала на блог этого Назара Ильичева, которого я, в принципе, раньше приветствовала очень даже, да, с самого начала, когда он из Америки вернулся в Россию. Вот. Он-то из Уфы, по-моему, из Уфы, да, из Уфы. Ну, в общем, короче, ну, короче, татарин, по всей видимости, русский татарин, там, как мы все немножко там татарские, может быть. Ну, черт его знает, может быть, он какой-нибудь там тайный мусульманин, я уж не знаю. Вот, во всяком случае, вот это вот тоже комплекс определенный, в принципе, симпатичный молодой человек, образованный очень, очень хорошо, в принципе, разбирается, может быть, хорошо, ну, вообще, талант, да. Как-то я его очень поддерживала, мне нравилась его точка зрения, он рассказал про Америку, что все далеко не так, как есть, вот это вот, тем более, как я пришла со своими этими рассказками там про Швейцарию, да, как в Швейцарии все происходит, то же самое тема, в принципе, да. Вот, потом я видела, что Еня, оказывается, не одна, которая об этом говорит, что в Америке, в принципе, то же самое рассказывают. Поэтому я за ним очень так пристально наблюдала и поддерживала, то есть очень поддерживала тоже. А сейчас у него он вообще растерялся, приехал в Россию, растерялся, не разобрался, кто там какие-чего, кто коммунисты, кто либералисты, кто чего, и тоже вообще никак не разобрался. Ну, в принципе, в России лучше, чем в Америке, он говорит, да, в принципе, с чем я тоже согласна. Вот, но ясно, что там есть тоже негативные стороны. Ну, вот он не считает там, что вот коммунисты-то зло для него, да, ну, опять же, считает, что все остальное пропаганда, а сам как будто бы он не жертва пропаганды, но он точно такая же жертва пропаганды. Ну, ладно, не об этом. Вот, так вот, он просто сейчас не нашел, куда ему, наверное, ткнуться, в какое направление, и вот он решил, не знаю, где-то у него, наверное, какие-то свои плохие опыты с женщинами были, может, так, что он маленького роста, не знаю, наверное, поэтому, скорее всего, мужчина со внешностью, там, еще каких-то других там размеров, наверное. Вот, ну, и несет на женщин просто, да, вот, женщины там, эти, типа, феминистки, все феминистки такие, их нужно все, тут семьи разрушается, женщин всех в стойло, на кухню, ну, не в такой форме, но почти в такой, почти довольно прямо. И, естественно, там всякие подростки там у него собраны, у него подписчика 200 тысяч больше там, вот, и он сейчас вместо того, что раньше начал, вроде как за здравие, заканчивает, по-моему, за упокой, и все разворачивает против женщины. Видно, там какие-то вот женщины, я вчера, говорю, в бостеле лежала, провалялась с температурой там, да, и с кашлем, и все видео пересмотрела, какие были вообще, все эти дневники тоже пересмотрела, которые называются «Дневник», и куча их, кстати, нужно потом им поменять, если кого есть идея там подсказывает, может, что-нибудь переименую канал, вот, ну и, они такие сладкуюськие, да, вот, ну и вот что-то пошел, там что-то против женщин, там, не знаю, в институт, семью их нужно возвращать, в институт семьи, блин, всех женщин отправить, а то прям вообще разболтались, делают, что хотят, в общем, такая странная, с такой направлением пошла, я так разочаровалась ужасно, ну, представьте, сколько подростков с комплексами, которые там девочкам не нравятся, вот, и наверняка это его публика теперь, я не знаю, но совсем не в том направлении человек пошел, так жалко, из-за каких-то вот своих мелких мужских, эгоистических таких побуждений, вот там комплексов, да, жаль, 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 уж даже, в принципе, откуда комплексы-то, я не знаю, только, наверное, действительно из-за каких-то размеров, вот, такое у меня впечатление сложилось, вот, по-другому я это не могу объяснить, вот, ну, и, конечно, там я съязвила, там по-хейтеру, ой, как же, хейтер, хейтеры заделалась там вчера, понаписала, где что думала, в постели лежа, от безделья, вот, мнение повысказывало свое, негативное, в некоторых случаях, вот, ну, ну, и, в общем, вот так вот, да, это самое, так же у нас с людьми то же самое, начала собачек, да, закончила социальными проблемами, типа, а то, что вот, как они сами, да, никакой ответственности ни за что не перенимают, потом, типа, с таким осуждением про дети, которые выращены матерями, одиночками, как будто эти матери-одиночки, самые виноваты, ну, типа, они сами уходят от мужчины, и, типа, поэтому и дети такие вырастают там, а виноваты в этом женщины, то есть, а как бы мужчины, которые вообще не заботятся о своих детях, вообще никакой, вот, к чему я и говорю, да, вот, сначала-то я собачек говорю, когда, как с этим пример Херми, да, вот такой безответственность совершенно сказала, да нет, никаких проблем нету для него, вот, ну и все, а теперь вроде, а, твои собачки у тебя там, ну, как у них дела, хорошо у них дела, тебе нужно будет их к врачу, заплатить прививки, сделать там, всякие таблетки им платить, и паспорта там делать чего-нибудь, наверное, кастрировать там и прочее делать, ну, это кого касается, никого, вот так же и у людей, да, Банюня, вот так вот мы женщины, наша судьба такая тяжелая, женская, угу, еще мы называемся потом феминистками с тобой, да, феминистки, хи-хи-хи, да, Бося, стена там такой, я вижу, там тоже, эту стенку-то мы еще не с тобой не долбили, да, Леонг, Бонь, нужно это, вот такие эти врачи, хи-хи, я сейчас вижу, убираюсь, кстати, сегодня, вчера я провалялась, сегодня начинаю сейчас ползать, потихонечку, и там пол мою, пол мою там чищу, на кухне хоть почище пол сейчас там, сейчас нужно, сегодня буду на улицу не ухожу, чуть мокровато там, а здесь сейчас буду, наверное, убирать, в ту сторону даже пока туда не хочу, вот так вот так, вот так вот так, вот так, там нужно еще много делать, от чего, и пол помыть везде, и, наверное, что-нибудь передвинем сегодня мебель, Бонечка, переставим, покрасивее, и мне, кстати, получше сейчас становится, ой, ой, этот вылез-то куда, ой, посмотри, куда он полез-то, ой, полез тут, такой, вот в этой коробке, кстати, не так уж плохо, ой, ой, такой там же дрыхалка, ой, такой маленький сладкосик-то, еще глазки-то закрытые у нас уже, сейчас будут такие хорошенькие, вот пока, говорю, безболезненно, бардака нету, да, вот, а где третий-то, а третий-то, вот, но этот маленький, ему нужно, он сейчас понял, все понял, что ему тоже расти нужно, что он так, поменьше чуть-чуть, да, да, что-то тикает, у нас такой, какой-то имейл, нашел, дрыхает, там немножко, немножко, прямо, это сам присосался, и спит, и уснул, ну, он помельче, чуть-чуть, ему нужно, покрепче стать, в общем, короче, одна девочка, может быть, это девочка или мальчик, вот, их все путаем, девочка или мальчик, ну-ка, покажи, ну-ка, показися, девочка, по-моему, это, да, девочка, да, это девочка, вот она, эта девочка, у нас такая сладкая, девочка у нас останется, да, с белыми этими лапочками, да, вот с такими, ласка, лапками смешными, беленькими, ой, такая девочка, холюся, мне кажется, что она тоже, у него, у Бони даже любимая, по-моему, А вот этот мальчишка у нас дрыхает один, и другой маленький мальчишка там Да, Боня? Мы нам только девочек оставим, да? У нас только кот Василёк, один мальчик и Лёшка А теперь у нас будет большинство женщин Да, Боня? Попрощаемся и выключимся